Генеральный партнер Imperial Home Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами увлекательнейшее путешествие по планете Земля. По планете Земля через ее видение глазами выдающихся ученых. Тех уникальных, удивительных людей, которые посвятили десятилетия своей жизни изучению живых организмов, населяющих Землю, а значит исследованию самого человека. Потому что, еще раз повторюсь, все на нашей замечательной планете взаимосвязано. И ни один живой организм не может существовать отдельно от всей организации, от всей совокупности живых организмов планеты Земля. Мы все зависимы друг от друга, и это благая и положительная зависимость. И поэтому мы должны защищать наш мир, мир нашей природы, не только в отдельной стране, но и на всей Земле. Начните с малого. Хотя бы бросайте ваш фантик от конфеты, или от пирожного, или от сэндвича. Не мимо урны, а прямо в нее. Хотя бы донесите мусор до мусорки, хотя бы уберитесь за собой после вашего пикника. И тогда в нашем мире будет больше счастья. А мы приветствуем нашего удивительного гостя. Человека, ученого с большой буквы. Это профессор биологических наук со многими специализациями. В том числе ветеринария, конечно же биология как общая специальность. И, что очень интересно, паразитология. Еще раз напомню, профессор биологических наук Сулейменов Маратбек Желсебекович. Добрый вечер, Маратбек Желсебекович. Очень рады вас видеть, как мы радуемся любому ученому из Института зоологии, где вы являетесь в этом Институте зоологии Республики Казахстан, заведующим лабораторией, которая изучает паразитов. Специалист по паразитологии. Давайте все-таки начнем с паразитов. Митя, как вы к паразитам относитесь? Паразитов вообще негативно. Вот человеческие паразиты, которые вот как цепятся и сидят на шее всякие там. Вот так. Уже друзья, которые рядом, когда деньги есть и все прочее. Да. Там, не знаю, альфонсы, всякие содержанки и прочий контингент. Вообще. Но это не ваша специализация. Это скорее у психологов, психотерапевтов. А паразитология почему вас привлекло в эту область именно? Это я, прежде всего, я хочу сегодня священный месяц Рамазан. Поздравляю вас в таком день. И вчера был день работников науки в Казахстане. Да, поздравляю. Вот всех ученых поздравляю. Прежде всего, ученых Казахского научно-соединенного ветеринарного института, где я проработал 35 лет. И Института зоологии. Вот последние 8 лет работаю там. Переманили вас туда? 7 лет работал заместителем генерального директора по научной работе. И вот 2 года работаю в зав. лаборатории. Вот эта история интересная. Когда я после института закончил, и по направлению меня направили в Алматинское область управления. Там управление ветеринарией есть. И меня направили в район, в Жамбульский район. Я родом оттуда. И где-то 2-3 месяца я ходил. То через месяц приходи, то в другой район мест нет. Вот так ходил, ходил. В конце концов, мест не нашел. Потом где-то осенью, в октябре, опять пришел в область управления. По направлению же надо работать. Пришел. Я говорю, вот так мест нет. Не дают. То председатель колхоза, то директор совхоза. И он говорит, хочешь? Вчера мне позвонили, говорит, ветеринарное институт здесь, казахский научно-исследовательский. Вот туда старший лаборант нужен. Я говорю, давай попробую. И вот он мне направил туда, направление написал. Пошел туда. И вот в 79-м году устроился туда в лабораторию гельминтологии. Вообще паразитология это широкая. Это ветеринарная наука, ветеринарная паразитология. Это биологические паразитологии. Это медицинская паразитология. Это фито-растения, картофели. Так что из них есть раздел протазология и гельминтология. Я вот гельминтолог. Попал в лабораторию гельминтологии. В то время было в этой лаборатории две лаборатории паразитологических. Один протазологии и другой гельминтологии. Работал 38 человек. Я вот туда и поступил и начал работать там. И первый год потом, в то время защититься было трудно, в аспирантуру трудно попасть. Дистанционные советы были только в Москве, в союзные. И ходил там, мне старые сотрудники посоветовали. Вот, ребята ходят, двое там после аспирантуры закончили. Десять лет работают, не могут защититься. Вот. Если так будешь ходить, тоже так и будешь всю жизнь ходить. Сто рублей получать. И давай запишись в ученую секретарю и в Москву. На целевую аспирантуру. В то время все республики целевые направляли аспирантуру. И я записался в ученую секретарю. Год проходит, другие едут. Два года проходит, другие три года проходят. Потом пришел я в ученую секретарю, говорю, Львовна Петровна, почему не я еду? Я уже стал, уже третий год секретарем комсомольской организации. Все. Она говорит, ты что, не понял, что ли? Не я решаю, директор кого скажет. Потом одна у нас женщина защитила ее докторскую диссертацию и замуж вышла она в Москве за академика. И она через месяц мне звонит, говорит, Марат, ты что там делаешь? Давай документы отправляй на перечне. Делала в Москву. И все, я три с половиной года отработал, уже публикации с учеными. Есть кандидатский минимум сдал и отправил документы. И в это время, я как комсомольский организм, у нас хорошее, вот в Ленинском районе, в Шлицовске сейчас, в хорошем счету было, все, работаем. И меня первый сестер райкома вызывает. Он говорит, сейчас зайдем в секторю райкома и за форму. Зашли, он говорит, вот твое личное дело, ты в студенческие годы бывший спортсмен, мы тебя хотим в комитет государственной безопасности на учебу в Минск. Или второй вариант райком комсомола, штатным нам секторем. Неделю дали. У меня эту неделю шел вызов из Москвы. Выбор стоял. Что выбирать? Да. Комитет КГБ в то время был. КГБ, да. Райком комсомола и Москву в аспирантуру. Я домой съездил с родителями, с матерью, с братом. Они у нас сказали, у матери отец был враг народа, 37-го года расстрелян был. Не надо никакой КГБ. Райком комсомол тоже несерьезно. Если сам себе веришь, то в Москву давай. сдашь экзамен лучше Москвы. Вот так я там отказал и поехал в Москву. Трое суток поездом и сразу Красная площадь. Фотографировался, начертили мне, как доехать от военностей. И все, поехал и сдал документы и месяц на подготовку. И там со всего Союза, из Грузии, Армении, из России. На одно место 20 человек было выступать. Но у меня преимущество было, все они только закончили, год только работали, с хозяйством были. А я 3,5 года уже работаю в науке. Знаю уже публикация. Одна статья была. Были в журнале и в трудах института. И кое-что знаю. И экзамен сдал. Те, которые уверены были, что поступят, те не поступили, и я поступил. Вот так и началась у меня. Хорошую школу я в Москве прошел. До сих пор вспоминаю Всесоюзные институты элементологии имени Константин Ивановича Скрябина. Константин Иванович это неповторимый человек, основатель науки, паразитологической науки, в том числе геоментологической. Он единственный человек, до сих пор нет такого человека, доктор ветеринарных наук, доктор биологических наук, доктор медицинских наук. А насчет Скрябина, вот вы знаете, да действительно, это, видимо, ученые династии, потому что мы награждали несколько лет назад в Российской Академии Наук. Был юбилей, по-моему, 70 лет господину Скрябину. И мы пришли в актовом зале перед сливками, так скажем, Академии Наук, учеными. Я наградила этого достойнейшего деятеля науки. И я помню, что он перенес операцию на головному мозгу, и он сидел прикованный к инвалидному креслу. И мне сказали, что вот вы подойдите к нему, он не сможешь подняться на сцену. Я подошла и выразила свое восхищение. И произошло чудо, человек встал, он встал и сделал два шага мне навстречу взять награду из рук. У меня слезы подступили к глазам, весь зал ахнул. Ну вот, к сожалению, года два назад он покинул этот мир, перешел в лучший мир. Но вот такой был Это, скорее всего, за его сын. Он был главным ученым, сестарем был Российской Академии Наук. А отец неповторимый человек, организатор вот этой паразитической науки, в мире его признают. И он единственный академик трех академий. Всесоюзные Академии, Академии Медицинских Наук и Восхнилов. Всесоюзная Академия Сельхознаук имени Ленина была. Павловский только двух доктор биологических наук и ветеринарных был. И двух академий был. А вот Скрябин трех. Такого человека нету в мире. То есть он основателем, Константин Скрябин является основателем именно науки о паразитах, да? Паразитах, да. То, что он сделал, ну так вот попроще говоря для нас, в мире, чтобы было понятно, что систематизацию видов, как их лечить или что. Он многие виды определил, открыл. Его именем называется Скрябиней. Вот нематоды около более 10 видов, трематоды и другие. Он все экспедиции, все союзные республики ездили, в том числе и в Казахстань. В Казахстане очень хорошая школа паразитологов, гельминтологов. Вот. И он открыл институт впервые в Советском Союзе, в Москве Всесоюзный институт гельминтологии. То есть до него не знали, что есть паразиты, да? Знали, но отрывочные данные, но он организовал все это, сделал и впоследствии этот институт называется имени Скрябина. Вот в этом институте я прошел аспирантуру. И ваша специализация это гельминты, да? Да, гельминты. То есть это черви, которые внутри кишечного, желудочного тракта сидят. Это наука биологическая, ветеринарная, медицинская и фито растений. Такая комплексная наука. Вообще наука считается биологической наукой. В этом институте я хорошую школу прошел, там музей большой коллекционный. Сейчас мы в Венеус-Залуге тоже такой аналогичный музей есть, тоже собираем. У нас есть тематика по этим коллекциям. Более 40 тысяч видов паразитов находятся. Это только у человека? Нет, у и животных, и рыб, и птиц, все-все собрано. Не только гельминты, а в целом паразиты, да? Включая клещи? Включая клещей, там, блог. Да, все. Вот в этой науке, комплексной науки я работаю. Здесь, если ветеринария, как ветеринар, то мы изучаем и людей, и животных, и сырья животного происхождения, водоемы, окружающая среда. Видите, какой комплекс объем-то, большая? Ну, сразу практический вопрос, Маратбек Жилсбекович, смотрите, в Ролбомы, с Митей, владельцы, у него котик, у меня кошка, вот, или собачки тоже, да, то все прочее. Насколько эффективны методы, как он говорит, про глистогонию, или животные? Ну, смотря какой, их же много. Например, у кошек более 20 видов гельминтов, паразитов имеется. И они для человека все опасны? Нет, не все, но есть, вот я сейчас расскажу, в Казахстане, учеными, нашими учеными, у овец зарегистрировано 126 видов гельминтов, не паразитов, гельминтов. У крупнорогатого скота 75 видов, у лошадей 55, у свиней 30, 28-30, такое, так описали наши ученые, вот, ветеринары. Почему у овец больше всего, интересно? У овец больше, вот, нематоды в основном больше. И вот такой интересный факт, когда я работал вот в Казахстане, после, вот, когда все, развал Союза был, все, мы все время работу проводили в Кигинском районе. Там, полностью обследовали, рекомендации дали, разработки свои, там, использовали, внедряли. И, где-то 5-6 лет мы не ездили, и приехали, приехал главный ветеринарный врач, начальник коммунерсереза управления, говорит, у нас падеж идет, большой падеж, раньше такого не было же, вот вы работали, помогите. И мы поехали, и получилось как, фасцелиус. Раньше тоже бывало, болели овцы, но меньше, где-то 5-6 штук, и все, деграматизировали, мы меры приняли, и все, выздоравливали. А сейчас массово, и падеж идет, 50% падеж. Мы исследовали, смотрели, оказалось, у него промежуточный хозяин, пресноводные моллюски. Они живут, где сазы, вода, вот там. Раньше-то казахи-то знали, предки наши, смена пастбищ. Летом жай-ляу, зимой-зимовку, куздеу, кстау, так перекочевали. А они совпадали с циклами гельминтов, паразитов. Они успевали уходить, и перезаражения не было. А сейчас-то никакой жай-ляу, никуда не это, все в одном месте. И где вода, там содержит, круглогикотичная. И там перезаражение идет, там моллюски. То есть добавляются новые паразиты животные. суперинвазирование идет. И вот так и падешь от этого. Мы им сказали, что здесь нельзя пасти. А там трава, где вода. Вот такая вот особенность болезни. Удивительно. Это один только пример. А таких примеров. А вот насчет кошек, очень опасное заболевание таксоплазмоза есть. У меня ученик была, защищила кандидатскую диссертацию, вот она исследовала. И кто держит в городе кошек, исследовали на кровь. Кровь брали и на реакцию ставили. И 15-20% хозяева болели таксоплазмозом. Положительную реакцию давали. А как оно у человека проявляется в болезни? Особо не проявляется, но зрение нервной системы поражается в первую очередь. А промежуточным хозяином является мышь. Мышь заражает кошку, кошка заражает человека. Вот цикл такой эпилогический. Ну, то есть, если кошка не мышеловка, то ей ничего особо не кратит. И что интересно, сейчас вот американские ученые установили, оказывается, зараженный мышь, обычно мышь кошку убегает же, а он на запах мыши идет. А, паразит меняет поведение сознания. Видимо, нервная система, у него биохимические изменения случаются, и он идет. Вот в природе все взаимосвязано. Как вы вначале сказали, взаимосвязано идут. Поэтому больше заражения. Если бы он убегал бы, тогда бы меньше было бы заражения. А как интересно этот гельминт меняет поведение сознания человека? Человек, что ловит мышь в засосы, отпускает, мышь заражается. Если не съедаем. Нет, ну я так шучу, конечно. Мышь заражает кошку, а кошка, вот, экскременты, шея, все, заражены, яйца там, маленькие. Человека, да. И человек. Курку это, и все, в рот попало. А вот я 35 лет работал в ветеринарном институте, по направлению, в одной лаборатории, потом дорос до заместителя директора по науке. И в один прекрасный день есть ученый, знаменитый Галуза. Он был директором института зологии. И у нас принято конференции на юбилеи ученых провести. И 115-летие было в 2014 году, вот весной где-то, в апреле было. И институт зологии пригласили меня как паразитолога. Ну я пошел, подготовился, все. И задал вопросы интересующие, доклад, все, как обычно, директор академик Мельдебек посадил рядом. И говорю, у меня, я говорю, со мной работал вот внук Галуза. Почему не пригласили его родственники? А директору понравился, он на своих. Почему не пригласил? Вот видите, сторонний человек, а вы нет. Начали вот так. И в конце он говорит, не уходи, ко мне зайди. Ну зашел к нему, он говорит, давай, за чашкой чая. Он говорит, придешь ко мне, замгенерального директора по науке. Ты опытный человек, мне такой человек нужен. А у них, оказывается, вот три месяца не было зама. Не могли подбирать человека. Я говорю, вы что, пять лет осталось до пенсии, я доработаю там. Он говорит, нет, нет. Он звонил туда директору ему, и все, в общем. Но две причины было. Я рядом живу, с институтом зологии, альфа-раби. И вторая причина, то, что у меня дедушка был Биркучи. А-а-а. Вот. Он, ну я старых людей слышал в ауле, что Биркучи был, Кастапраф он был, такое-такое, и все. Но отец умер, дедушка еще раньше, отец умер в 41 год, в 60-м году. А мне было 3,5 года. А младшему было 1,5 года. Вот он на войне был, воевал 6 лет. Вот. И инфаркт. 41 год. И мать одна воспитала нас, 39 лет осталось. Я с ней шутил. Говорю, надо было какого-то выйти замуж. Мы же нормально жили бы для богатого. Она вот одна не выходила замуж. И вот так воспитала нас. И в один прекрасный день, в 95-м году, я вот караван Блиц был, помните, маленький. И там была перепечатка разных газет 70 лет назад, 50 лет назад. И там, читаю, там Джамбульский район, Алматинская область, богат не только батырами, аханами. Вот так Сулейман Такимов, мой дедушка, в 45-м году ездил в Москву со своим Беркутом «Хороший игр». И снялся в фильме «Закон великой любви». И перепечатка там в конце стоит. Казправда 45-го года. Я сразу на библиотеку Пушкина пошел, подшивку январь, взял, читаю, смотрю, нету, еще раз, нету. Потом, на всякий случай, февраль. А, видимо, они ошиблись. Второе февраля, и там есть ксерокопию снял. Вот. И начал тоже интересоваться. И вот, я думал, там же арнитология есть в лаборатории. Ну, думаю, раз дедушка был, может, гены. И вот так я согласился, пришел. Вот Мельдовев тогда вот через месяц только я согласие дал. И ученый в совете представлял. И говорит, другие, говорят, хотят быть замом, а я его месяц уговаривал. Вот так я... Ну, вас стоило поуговаривать. Вот так я... Институт обогатился таким ученым, как вы. Не знаю, но было тяжело. Там было сельхоз животными, работа, там прикладная наука. А здесь более фундаментальная. Дикие животные. Надо перестраиваться. Я вечерами дома учил уже. Второй человек в институте стыдно же будет, если будешь не знать. Теперь, начиная с бабочек до медведя, все, сайгаки, все начал изучать, но все равно многое не знаю, честно говоря-то. Вот так я пришел в институте, в институте я работаю. У вас вопрос был паразитический? Вот как раз паразитический. Вот, допустим, стоматологи, у них вот есть такое, что они человека любого видят и на зубы сразу смотрят. Психологи, они человека видят, начинают общаться и сразу диагноз ставят, там какие-то комплексы. А вот есть ли у вас тоже вот какая-то такая особенность, все-таки 35 лет в паразитологии, вот что-то на вас это, на характер, на привычки как-то это отложилось? Ну, наука, прежде всего, это сразу результат не получишь. это лет через 5-10 только результат выйдет. Сейчас наука у нас как, сейчас 3 года объявляет, на 3 года проект прошел, там где-то 30-40% проходит, остальные все, уходи, без работы останавливались. Раньше-то институт финансировали, а сейчас-то только проекты, если выиграешь, сработаешь, не выиграешь, все, вот такое было. Ну, вот последний с приходом нового министра Асхатай Магамбетова выправляется, и представитель комитета сейчас все понимает, и у нас в 2015 году говорили, в 2011 году президент говорил, в 2015 году 1% ВВП на науку, но, к сожалению, этого не было, до сих пор нет. 0,23% от ВВП. Всего лишь? Всего лишь. Вот так и получилось. Но, например, есть клиническая клиника, вот, например, цинуроз, вертячка в народе, постонародье. Вот, вот это мы лечили тоже впервые в Казахстане вот лекарством. Раньше-то оперировали, или на... Это что за ужас такой, расскажите, пожалуйста. В головном мозгу у ягнят заражение бывает. цинуроз, научно-паразитами, да, казахов, называлась вертячка, айнампас. Вот, вот это мы впервые тоже лечили. Вот таксоплазмоз тоже впервые диагностировали, защитилась дистанцию кандидатскую под моим руководством, и второй руководитель был медик, доктор медицин, наук Кузьмин Анатолий Юрьевич. Мы вдвоем выпустили, вот, тоже таксоплазмоз, диагностику тоже в Казахстане впервые. вот таких, мы разработали препараты. Например, вот гельминты, я же сказал же, 60-126 видов у овец. И как лечили? Вот, группа гельминтов, трематоды, плоские гельминты, им один препарат давали фасциллоз, дикоциллозу, а круглые гельминты, им другое, те не действовали. И цистоты, им другой препарат. Три препарата, и за летний период 6-7 раз лекарством лечили. Но это же яд лекарства с одной стороны. И сколько людей надо фиксировать, держать и выпаивать, передавать. А вот мы сделали лекарственную форму, известную лекарству, сделали комплексный препарат. вместо трех групп этих гельминтов один раз одним препаратом. Ну, очень удобно, да. Широкого спектра действия. Вот впервые комплексный препарат разработали. Вот такие разработки и диагнозы. И он эффективный. Очень эффективный и экономически выгодный. Вот такой вот препарат. Ну, у нас вот Скрябин, я же начал со Скрябина Константина Ивановича. Вот он много раз приезжал в Казахстан. Здесь ученики были у него очень хорошие. В Казахстане очень хорошая школа была паразитологов. В Москве у нас была очень хорошая связь. Вот был, у него, когда Всесоюз заместил гельминтологию, был директором. Его заместитель был Рихард Соломон Шульц. Вот. Он зам по науке был, он медик по образованию. Но ему присудили, да, единственный человек присудили доктора биологических наук без защиты. Ни кандидатского не изучал по трудам. Хороший ученый был. Вот он возглавлял лабораторию. Но до этого, когда Москве работал, на него написали. Помните, 37-й год перед войной, что он немец. Все, его 58-ю статью отправили сюда. И он здесь поселением был в Талгаре. Потом, в общем, реабилитировали, пришел к нам в лабораторию. Это большая честь, что было для лаборатории такой ученый. Ну, конечно. Мировым именем. И мы в 95-м году, что ли, столетие было. И сделали, я вышел к директору, конференцию большую сделали. Столетию Рихард Соломоновича Шульца. Похоронен на Ташкентское кладбище. Цветы возложили, в общем, хорошее. Телевидение было. Ученые со всего Казахстана приезжали. Вот. И вот первый ученик. И он создал школу здесь, в Казневе и институтологии. Вот. Если сказать, Гвоздев Евгений Васильевич, Боев, академик Национальной академии Сергей Николаевич. Первый казах, паразитолог, это Свамбаев Сергей Кумарянович и институтологии работал. Первый казашка, доктор биологической науки по паразитологии Хадишель Усизана Игизбаева. Вот. Первый казашка, доктор ветеринарных наук паразитолог, это Даугалиева Эмма Хасановна Казневи, которая меня приглашала в Москву. Я сейчас готовлю публикацию. История развития паразитологии в Казахстане. Это со всех этих вузов, Симпалатинский, университет имени Шак-Карима, Кустанайский, институт, Женгер-Хана, западно-казахстанский, зоологии, Казневи, медики, Симпалатинский, Санэпидемстанция, Шапиева, Жанна. Я всех собираю, я как составитель. И развитие паразитологии, какие ученые были, потому что нет, не знает сейчас молодежь, у меня ученики, я пять подготовил, кандидатов, ПХД-докторантов. Две недели назад у меня докторант защитила диссертацию по клещам в Аграрном институте. Ну, актуально тоже, да. Вот, да. Прошлые годы по клещам мы тоже грантовый проект закончили, завершили, хорошей оценкой, все. Тоже разработали препарат пролонгированное действие. Вот, например, против клещей препарат опрыскивает же ДУСТ. И через 7 дней этот препарат все, то дождь, то это все. Падает, потом еще раз надо клещи, чтобы не нападали. А мы разработали такое вещество, добавили клейкое, чтобы он держится 20 дней и будет действовать. пролонгирующие действия и получили патент на это изобретение. Поздравляю. Ну, такая мощная плеяда выдающихся ученых. И наверняка очень много совершено открытий. А вот сейчас есть открытия в области паразитологии, гельминтологии? Что-то новое, какие-то новые формы биологические или какие-то новые факты? Есть виды, открывают, вот, например, по простейшим открываются виды, но все, многое уже открыли, открыто. Мы сейчас больше по диагностикам работаем и меры борьбы, и вот это препараты, как давать. Например, сейчас же дикими животными работаем, а их что, не фиксируешь, не поймаешь, а как дать? Вот поэтому разработали кормо-лекарственную смесь. Вот где у них водопои, где архары, приходят, вот туда даем водой или даже рассыпку делаем. А зачем? Ведь дикое животное, ну, оно же подчиняется принципу естественного отбора, да? Погибает слабейшее или вследствие нарушения? Бывает, но не все, не все. Но паразиты, многие паразиты, это субклинические, хронические боли, это не видно, но теряет силы, продуктивность и потомство болезненное какое-то, поэтому мы вот такое разрабатываем новое направление по препаратам. Получились семь патентов последние за два года. И животные потребляют эту, кормовую, лекарственную смесь? Да, лекарственную смесь, корма лекарственной. Мы на овцах сперва делали, когда работали, в Цеснастых в Астане с ними, Акмолийский аграрно-технический университет, вот с их учеными совместно у нас был проект, и мы пять тонн изготовили для сельхоживодов. На этой базе мы, когда в залоги пришел, чуть-чуть видоизменили, другие добавили диким животным микроэлементы, витамины, чтобы держать и вот такое несколько видов таких. И они это ели, несмотря на то, что никогда не пробовали за свою жизнь? Да, мы совместно, мы ближе, чтобы к этой естественной мете сделали это. Это не только мы работали, мы совместно с стереологами нашего лаборатории. Вот у вас, кажется, был Грачев Александр? Да, да, да. Вот с ним вместе мы вместе получили патент на эту разработку. Так что, Митя, если у двери вашего дома или квартиры увидите что-то странное, может быть, вас лечат заочно. Да, возможно. Вашим правом. Я вот, знаете, подумал, вот есть же паразиты, которые действительно влияют на животных, если делают из них зомби, по сути. Ну, каких-то вот. И сейчас же фильмы про зомби это очень популярно. И вот может ли такой же паразит появиться у человека? Да. И вот например, гельминты в СНГ, когда мы изучали совместно Содружество Союз, когда был, у животных 25 тысяч видов всех паразитов было. Из них у сельхозживот 3 тысячи видов, а у человека 300. Представляете? А самое опасное из них вот эхинококос от собак заражается. Собаки распланители более 10 видов этих паразитов. Но среди них самый опасный эхинококос. Он не лечится. Сейчас медики только хирургическим способом. Это что, кисты образуются? Кисты, да. А хирурги киста и все убирают. Они особо не определяют. Поэтому вот если вот этот сколекс есть, головка маленький, если останется пузырь и лопнут, все, он через 4-5 лет опять операция. Мы знаем вот совместного Ордобеков есть и Жамбульская область областной клинической лаборатории. Амиреев и вот этот герой соцтруда, медик, получил, да. Мы вместе, они книгу выпустили, вместе работали мы по эхинококозу. Чем обработать после операции поле операционной и вот этот вот эхинокок может влиять на сознание человека, да, как-то это зомбило. Скорее всего. Ну, не 100%, но какое-то влияние будет, да. И человек 30% становится инвалидами вот после этого эхинокоза. А таких этих много примеров. Таксокороз, например, тоже очень трудно дегонсеровать. Тот же вот это лямблиоз. Вот аллергия у людей много. Вот с медиками тоже, вот с Кузьмином Юрием Александровичем Юрием Анатольевичем работали по таксокорозу. И оказалось, вот как таксокороз вылечили, все, аллергия уходит. А что это за заболевание, что это за паразитик? Это в кишечнике, от собак тоже заражается. Собаки распланителями очень опасны. Поэтому в диссертации даже писали, вот у нас Рамазан защищался, докторская диссертация, у него там написано было. Собака друг человека, но это неправильно. Здоровая собака друг человека, больная это враг человека, написано было. Вот что интересный случай, ученые, вот когда в Москве в аспиранторе был, был такой ученый Киричик, занимался бычьей цепенью. Вот сейчас женщины помните, для этого китайский препарат применяли, оказывается вот эта бычья цепень. Ой, что-то ужасное. До 5 метров стет человек. Ужас. И все сасывает. Я видел, что по-моему вытаскивают и на булавку, по-моему. Вот этот ученый, у него тема диссертации бычьей цепень была, от крупного рациента, заражается, непроваренное мясо. Он сам себя заразил, описал клинику, все, и вот так защищался. Вот наука требует шерст. Ну ученые люди, конечно, отчаянные. Казах так но вы так не делали на себе. Делали? Нет, не заражали. Да, да. Нет, слава богу. Вот такая наука у нас очень широкая, очень распространенная. Я слышала, что с помощью паразитов лечат, в том числе аллергию, по-моему, колиты, что-то в Америке есть такие способы, разводят лабораторно, аскорит тех же самых. Лечат? Да. Не знаю, это может просто антиен отправлять, как этот, вот вакцина, это тот же возбудитель тела, но малой дозе и иммунитет получается. В таком плане, наверное, а так-то. Но казахи раньше вот цором делали, лошадь резали, и если там аскорида и деляфандиоза, если это, видели, вот мясо, говорит, будет хорошее, вкусное, говорили. Но в Москве я был одной конференции, вот там было несколько ученых выступали сожительство паразитов с животными, полезное, даже, но многие 90% ученых были против, нет, это вред в любом случае, ну, есть такие взгляды. Но ведь у паразита нет намерения природного, эволюционного убить носителя, да? Есть, многие убивают, да, ну, разные, есть и такие, в общем, очень такие вредные, очень влияют на здоровье, есть такие, просто проходят, есть паразиты, транзитом выходят, он резервуарный хозяин. и такие есть, очень много же. А если, например, Митя решит поехать в тропики, в какой-нибудь Тайланд, или на Бали, вот это опасно, вот какие там опасные твари могут выскочить на него из-за кустов. Да, транзит, паразит, что-то не произошло. Поэтому надо, вот это санитарное, надо соблюдать руки, все, очень много примеров же. Там же что-то какие-то страшные, по песочку прошелся босиком. Да, кожаные, 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 вот есть очень много таких. Очень многие заразились, и ученые заразились. Вот экономист, я знаю, один поехал туда и заразился, до сих пор мучается. То есть не лечится у нас это? Ну, бывает лечится, бывает нет, бывает диагнозы не могут ставить. Разные, в общем, смотря какой. Например, есть гельминты, например, с человеком в организме живет и не знаешь. Все хочешь, всю жизнь не влияет, клинически не проявляется. Гельминт-интроверт. Да. И сидит у себя в каком-нибудь отделе желудка или кишечника. Такая наука. Ваш вопрос, Митя. А вот от собак много переносится, получается, паразитов. Что делать, чтобы они... Вот я люблю собак, и вот хочу вроде с собаками общаться, но вот в них много паразитов, а я вот такой уязвимый. Что мне делать, чтобы этого... Чтобы эти собаки такие не заразили. Есть ветеринарные клиники, там есть препараты, дегельминтизацию надо делать вовремя. Вот. И сырой мясом, сырым мясом. Вот зараженные... Печень видели? На базаре, когда вец, там, пузырьки. Вот это хинокоз. А у нас как? Врезалый собакам. Вот это заражение, цикл, пойдет через 45 дней, собака обсеменяет всю траву, воду, и человек заражается. И что интересно, у нас исследование было совместно вот с швейцарским институтом, цюрихским, институтом Киргизии и наш казахский ветеринарный институтом. Проект был это лет 10-15 назад. И в Киргизии или вот хинокоз, например, 60-70% в печени человека. И у животных тоже. А где-то 20% в легких оседает. Потом там в головном мозгу, в мышцах это редко бывает. А в Киргизии, когда мы этот проект грант изучали, у них, оказывается, наоборот, печени больше. Такой вопрос стоял. Они до сих пор изучают. Мы отошли до проекта. Неизвестно. Ну, они говорят, что с пылью гора там учащенный ханя, видимо, из-за этого. Но точно не установлен. Вот такие много исследованных, много вопросов. А стоит ли пить, скажем, какие-то специальные средства для профилактического проглистогонивания самого человека? Вот какие-то советуют хинин, что-то какие-то, не знаю, что-то горькое напиться или растойку полыни. Нет. В первую очередь надо диагноз. Только после этого. То есть нет такого обширного действующего следства, да? Панацея нету. На каждого паразита своё лечение. Да, своё лечение, да. А правда ли, что... Свои особенности имеют в Казахстане. Где локализован, какой вид. Всё вот от этого зависит. И лечение зависит. Артика лечения. Поэтому вот такое интересно. А вот у нас в Казахстане самые опасные паразиты это вот... Эхинохкос, таксоплазмоз, таксокороз. А таксокороз это что такое? Тоже вот от собак. Тоже всё от собак. Тоже вот эти три болезни очень опасные. А птицы что переносит нам? Птицы тоже свои паразиты, но я птицами не занимался. У меня лаборатория была Жатхамбаева, доктор-бирательский наук. Месяц назад она умерла. Вот, к сожалению. Она вот и гвоздь занималась птицами, и рыбами. Вот. Отдельная лаборатория была. Болезни рыб и птиц, паразиты. То есть у нас вот в Алма-Ате, ну вообще во всех мегаполисах голуби почти ручные, да? Да. Люди любят их, что не хлебом и пшеном там с руки кормить. Насколько это небезопасно? Да. Ну, человек вот это занимается лечением вот от санэпидемистанции городской и республиканцев. Там есть Шапиева, Жанна Жахановна, завтра родилась с ним в тесном контакте. Иногда они не могут определить, к нам отправлять. Мы к ним поместно работаем. А белки? У нас в парках тоже почти ручные белки. Периодически в социальных сетях я вижу видео, как человек на ладони у него сидит белка, он ее кормит орешками с ладони. А у нас в институте там возле института ходят белки. Вот. Насколько они могут быть опасны с точки зрения паразитов? Нет. Особо таких распределённых нет. Опасно это собаки. Вот, а мне вот, знаете, интересно, паразиты, это же естественные, по сути, существа, организмы. А можно ли вывести искусственно паразитов, таких, которые бы направить на уничтожение определённого вида? И вот вдогонку вопрос про биологическое оружие. Ну, понятно, что биологическое оружие это скорее вирусы, но тем не менее... Паразитизм появился сразу после зарождения земли. Вот, например, полтора миллиона видов животных 10% до 10% являются паразитами. А вот насчёт культивирования, то, что вы говорите, можно сделать. Ну, такие работы, я не знаю, в Казахстане проводятся или в СНГ, я не видел ни публикации, что как-нибудь и оружие. Ну, легче, конечно, вирусы. Ну, или простейшие паразиты, да, какие-то бактерии. Сибирская язва, и ещё этот... Оспа, более контекиозная. Легче. И коронавирус. Хроническая болезнь-то. Даже не видно. Овцы заражаются, шея стеряется, худеет, а не знает ничего. Сейчас проблема стоит диагностика гельминтов, паразитов. Сейчас ПЦР, тесты есть, ИФА есть, реакция связана комплиментами, другие реакции. По нему можно ставить. Где есть работы. Казахи очень любят есть канину. Да. Чем может быть опасно это мясо? Ну, канина один из самых чистых в паразитарном отношении. Но у них есть свои специфические паразиты. Это странгелитозы и пелефантиоз. Это у нас покойный Кадыров. Целиноградский сельскохозяйственный университет был в то время. Вот он защищался в Москве. Я присутствовал тогда в аспирантуре на его защите. Участие в войне здоровый мужчина был. Вот он занимался. У нас было как распределено в Казниеве мы занимались овцами, собаками, крупнорогатым скотом. А северная вот это группа Кадырова Нургальта Сыричи. Вот они занимались лошадьми. Ну, лошадь более-менее особо путешественник. Вот другие болезни бактерии, вирусы. И у них специфическая вот болезнь мыт. Это инфекционная болезнь. Паразитом особый. То есть он для человека не опасный? Не опасный. Но мыт это излечивается. В ветеринарном медицинске есть вакцина, есть препарат широкого спектра действия. А вот люди любят держать в качестве домашних питомцев декоративных крыс, декоративных мышек. Насколько они безобидны, если их не пускать по улице гулять? Если вот они на улице были в контакте, тогда может и заражение может быть. Они, соответственно, будут заражать и людей. Ну, надо и снять как-то, как говорится, есть, нет. Ну, специфически есть паразиты, не хуже. Огромное вам спасибо за такую увлекательную беседу и, знаете, глубоко образовательную, не только с научной точки зрения, но даже и с духовной точки зрения, потому что, слушая вот вашу речь, наблюдая ваш взгляд, вас кипит вот эта идея науки, жажда познания, даже где-то и не сомнение, именно познания. И вам за это огромное спасибо, потому что вот этот свет этой идеи, свет идей познания, он воодушевляет и вдохновляет. Правда же, сразу захотелось узнать что-нибудь еще новенькое и встретить еще одного выдающегося ученого из Института зоологии, потому что каждый приход в нашу студию таких светил науки, оно, конечно, дорогого стоит и оставляет большой позитивный след в разуме и в душе. Так что вам, Марат Бекса Жалдозбекович, огромное спасибо. Я вам желаю огромного здоровья, долгих лет жизни физической и в науке, и чтобы вас всегда почитали, чтобы у вас были толпы благодарных учеников, чтобы дело ваше жило в веках, и чтобы вот этот свет познающего устремления всегда озарял не только вашу жизнь, но и ваших учеников тоже. Благодарю за вашу жизнь. Спасибо за заключение. Я начинал с Константина Ивановича, основателя науки, с его словами хочу завершить. Да, конечно. Он говорил, сила и слава научных творческих работников зависит от трех генераций ученых. Старшего поколения, среднего и молодого. Старшее поколение без молодого это трагедия, молодое поколение без старшего это комедия. Да, точно. Когда три поколения ученых будет работать, тогда будет настоящая гармония, настоящая наука. Вот я этого желаю нашим научных сотрудникам. Чтобы всегда были все три поколения. И в заключении, когда с президентом Назарбаевым встречались, когда Владимир Сергеевич школьник был министром науки и президентом Академии наук, когда Жолдоспеков говорил, я желаю ученым приходить на работу с удовольствием, уходить без удовольствия. Да. Вот это я своим научным сотрудникам желаю. Вам спасибо за приглашение. Друзья, это, конечно же, безусловное, бесспорное счастье, причем безграничное, когда ты приходишь на работу с удовольствием и с удовольствием же возвращаешься домой, где тебя ждет любимая семья, а, возможно, уютный диван и монитор компьютера или экран телевизора или, конечно же, в лучшем случае, интересная познавательная книга. Человек отличается от всех других живых существ углубленной, усугубленной склонностью к познанию. Конечно же, склонность к познанию есть у всех живых существ. Если у вас есть домашние любимцы, вы видите, насколько любопытные кошечки или собачки, когда вы приносите в дом новую вещь или приходит новый человек. Это основа нашей адаптации к этому миру, потому что, когда мы позволяем новому случаться, наша жизнь становится ярче и счастливее. Я желаю вам всем быть хотя бы чуточку, но учеными. Исследуйте волшебную красоту вашей личной реальности, вашей души, вашей жизни. Сейчас это дано почти каждому человеку, если он здоров психически и умственно, познавать мир, хотя бы даже через ресурсы в интернете, познавать мир через ведущих ученых, ведущих священнослужителей, ведущих эзотериков, ведущих врачей, ведущих светил самых разных областей знания. Я желаю вам быть постоянно в потоке нового положительного знания, быть счастливыми и оставаться с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»